На плацу военнослужащие 111-й гвардейской артиллерийской бригады и 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы. За плечами этих юношей от года до полутора лет службы. А сегодня особый день – увольнение в запас. На гражданку в этот день уходят 22 военнослужащих. На трибуне руководство части, представители исполнительной власти, ветераны. Военнослужащие, которым выслужили установленные сроки службы, с достоинством, убывают по своим родным домам. Часть осталась на контракт. Многие свяжут свою жизнь с гражданкой, кто-то с армией. Но, тем не менее, вы видите, по лицам этих молодых людей, они все возмужали, окрепли. У них в глазах появилась уверенность в дальнейшем. И действительно, мы воспитали патриотов нашей Родины. Артиллерия – один из трех старейших родов войск. Военнослужащие 111-й гвардейской бригады обучаются о замовладении специализированной огнестрельной техникой. Получает военно-учетные специальности. Хожу вообще с радостью. Приходил, когда думал, будет хуже как-то. Пришел, познакомился с коллективом. Понравилось все. Сотвучился в 72-м авиации. Потом перевел себя в Брест, 111-ю бригаду. Ну, товарищи подружились, все хорошо. Помогали другу в течение всего полтора года. Всем понравилось все, я думаю. Лучшим военнослужащим вручили дипломы. Этот день особый и для Романа Угленицы. В часть молодой человек попал после учебы в высшем учебном заведении. Пришла повестка. Пришел в военкомат, сказали. Есть пару вариантов. Сначала отслужил в печах, получил специальность свою. Артиллериста, командира отделения. Тупо-геодезиста. Пять месяцев учился на то, чтобы работать с картами. Баллистики научили. Интересные преподаватели. Хорошие знания получил. Что-то новое для себя тоже открыл. Потом оставшиеся семь месяцев отслужил уже здесь. Было, ну, кажется, что вроде бы и быстро. Но время иногда тянулось, иногда летело. Даже не скажешь так, как это все было. Но я считаю, это опыт для меня довольно-таки ценный. И я считаю, каждый должен отслужить. А поддержать его приехала мама, Надежда Угленицы, и девушка, Виктория Дайнека. Он у нас уже взрослый, после обучения. И все-таки очень сложная ситуация была. Он уходил в самый такой начальный сложный период, когда мы все привыкали, что совершенно рядом мы привыкли жить в мирном государстве. А тут рядом с нашими границами начались идти совершенно другие вещи. Поэтому маме было очень волнительно. И до сегодняшнего, наверное, волнительно. Мама успокоится уже 26 числа, когда он придет и откроет дом. И мы уже будем понимать, что он как бы на гражданке. По первому периоду он достаточно часто писал, звонил. И мне казалось, что все очень близко. Естественно, на каждые выходные мы к нему приезжали. И как-то для меня поспокойнее прошло это время. А уже чуть позже, когда он вернулся сюда, в Брест, и уже казалось, что он настолько близко, было немного нетерпимо. Но все пройдено, и очень год быстро прилетел. В этот день торжественно уходит запас и военнослужащие 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы. Их называют бойцами невидимого фронта, в задачи которой входит техническая защита информации, подавление радиосвязей и радионавигация. В запас уходят 6 военнослужащих. Говорят, что научились многому. Выдержки друзей не подставляем. Сплоченность мужская, мужественность не может быть. Предавление через трудности, возможно, тоже. Какие-то такие. Стал ценить время свободное, которое было на гражданке, если можно так произноситься. Тут его меньше стало, поэтому стал ценить то время, которое там сидел без дела. Сказать хотелось, наверное, спасибо им огромное за службу. Спасибо за то, что они с честью выполнили свой воинский долг. На них можно положиться. С уверенностью можно сказать о том, что если наступит время, когда их призовут для прохождения каких-либо сборов, они покажут уверенное знание и умение. В это непростое время они с честью выполняли воинский долг на всех полигонах, на всех мероприятиях боевой подготовки, в которых принимала участие наша воинская часть. На память об этом дне останутся фотографии. А еще военнослужащие высадили аллею Туй. Субтитры создавал DimaTorzok